Новый президент постарается получить всю полноту власти в стране с помощью новых парламентских выборов. Это тоже правда. И очень важно будет то, насколько новый президент сможет лавировать между этими интересами Запада и России, чтобы успокоить восточные регионы Украины. Он начнет двигаться очень аккуратно в сторону России. Аккуратно, потому что если он начнет двигаться очень активно, его не поддерживает народ. А двигаться в сторону Запада он тоже не сможет, потому что тогда Россия не будет признавать. Поэтому ему придется балансировать между интересами Запада и интересами России. Ситуация показывает, что с Россией по смыслу мы вынуждены будем договариваться, потому что огромная страна. У нас товарооборот с Россией больше, около 50% был. То есть это тоже валовый внутренний продукт Украины. Мы должны работать совместно. То есть все равно выстраивать экономические цепочки мы вынуждены будем. Я думаю, что Порошенко в этом смысле, как бизнесмен, большой бизнесмен, то есть которого даже бизнес свой есть в России, сможет установить какие-то деловые, прагматичные отношения. Но то, что любви, то есть братской любви уже не будет долгие года, это правда. То есть для того, чтобы возродить те отношения с Россией, которые были раньше у нас, необходимо теперь десятки лет будут, а то и целое поколение, чтобы забыло про то, что сейчас происходит. Потому что если еще сейчас будут продолжаться жертвы на Востоке, это все вызывает все равно в центральной части, в западной части Украины это вызывает негатив по отношению к России. Вот тут есть два варианта. Первый вариант – это проведение антитеррористической операции, достаточно жесткой, вполне возможно, с жертвами среди мирного населения, но которая приведет к тому, что ситуация в Восточной Украине будет стабилизирована. Но для этого необходимо принять серьезное решение. Второй вариант – это договоренность с Россией, о том, что она отводит своих людей с этих областей. И ситуация постепенно, постепенно затихает, но тогда Украине придется пойти на определенные уступки. Эти уступки будут, в частности, касаться какой-то децентрализации, а может быть и федерализации. Что такое Украина? То есть Донбасс должен понимать его место, потому что сейчас он запуган, что он будет говорить только на украинском языке, что будут руководить в городе правый сектор, только будет руководить. То есть он наслушан телевизионных программ, информационной пропаганды, где он думает, что все, то есть сюда придут какие-то фашисты и будут здесь ходить по улице с автоматами и уничтожать. Но на сегодняшний момент мы видим обратную ситуацию, что по улицам ходят люди с оружием, которые требуют какой-то независимости, непонятно от кого. Украина будет бороться за Донбасс, за Луганск, будет стараться удержать их в рамках и найти к ним тот путь, который можно все-таки выстроить взаимовыгодное сотрудничество. То есть пойти на уступки. Вот сейчас идет переговор о том, что парламент принял поправку, что русский язык будет введен, подписан мирное соглашение, мировое соглашение в парламенте. Редактор субтитров А.Семкин